Передаю слово профессору Кокорину, который нам расскажет о том, это второй медицинский институт, о том, как лечить гипертонию, которая не лечится. Нам все по руководствам и рекомендациям мы все знаем, а вот что делать реально, это, собственно говоря, сегодня пойдет об этом речь. Пожалуйста. Значит, вы стоите здесь, чтобы вы были видны в экране. Добрый вечер, глубоко уважаемые коллеги. Павел Андреевич, я, наверное, начну с того, что для меня большая честь и особое удовольствие сегодня присутствовать на пленарном заседании и прочитать небольшую лекцию по артериальной гипертензии на заседании самого старейшего терапевтического, профессионального медицинского сообщества, которому через два года исполнится 150 лет в этой исторической аудитории. С печалью я должен, наверное, продолжить с пробайки Павла Андреевича, потому что буквально несколько лет назад на госэкзаменах, расспрашивая студента по тиреотоксикозу и понимая, что он в тиреотоксикозе не очень силен, я имел ошибку упомянуть Надежду Константину Крупскую, но в ответ не увидел никакой реакции с его стороны, и тогда я спросил про Ленин. И поскольку ответа не получил, я в течение всех трех дней приема госэкзамена у каждого студента спрашивал, кто такой Ленин. И вы не поверите, а версии были самые разные, от царя до президента, от исторического деятеля. Был один, который все-таки назвал, кем он был, но когда я спросил, когда он примерно жил, то вот тут вариации от 17 века до 21. Поэтому, к сожалению, действительно, это наша с вами общая боль, и, наверное, и беда, что мы плохо помним нашу историю, плохо помним наших учителей, но будем стараться эти пробелы восполнять. Еще раз благодарю за возможность выступить сегодня здесь, и темой все-таки моего выступления будет резистентная артериальная гипертензия, и, несмотря на то, что у меня было достаточно много разных научных работ по этой тематике, мой сегодняшний доклад абсолютно лишен какого-либо конфликта интересов, и, несмотря на то, что Павел Андреевич призывает говорить о реальной практике, о реальной жизни, мы о ней, конечно, тоже поговорим, но не основываться на рекомендациях я, наверное, все-таки себе не смогу позволить, поэтому рекомендации тоже будут присутствовать. Всего несколько заболеваний у человечества, которые превосходят по распространенности артериальную гипертензию. По прогнозу к 2025 году примерно полтора миллиарда человек на нашей планете будут страдать артериальной гипертензией, мы уже приближаемся к этой цифре, и особую тревогу вызывает то, что за последние буквально 40-45 лет количество больных с артериальной гипертензией как минимум удвоилось в мире. Но при этом имеется четкое разграничение между странами Европы и Северной Америки, где в целом удалось добиться стабилизации показателя по количеству заболеваемости и стремительный рост в странах Азии, странах Африки, Океании, где количество больных за это время увеличилось многократно. Ну, с одной стороны, это можно связать с тем, что и продолжительность жизни в целом у нас увеличилась, а мы с вами знаем, что есть четкая ассоциация между возрастом и заболеваемостью артериальной гипертензии и с увеличением количества жителей на нашей планете, но, тем не менее, тенденция подобная имеется. В Российской Федерации вроде бы было все достаточно стабильно до, как это ни с грустной иронией будет звучать, до 2014 года, когда произошло практически на 5, на 4, в последующем на 5 миллионов увеличение количества больных с артериальной гипертензией. Опять-таки, тут имеют значение как геополитические факторы, все-таки мы в 2014 году приобрели некоторые дополнительные территории с населением, так и увеличение продолжительности жизни в нашей стране, но, тем не менее, обратите внимание, практически каждый третий житель в Российской Федерации является гипертоником. При этом цифры, показатели, по которым мы судим о данном заболевании, по количеству выявленных больных с артериальной гипертензией, по количеству больных, которые получают лечение, по количеству больных, которые достигают контроля за артериальной гипертензией, Мы с вами видим, что еще достаточно много предстоит сделать и всего только примерно у половины больных по статистическим данным диагностирована артериальная гипертензия. Они знают о том, что они являются гипертониками. Еще половина от этой половины принимает лечение. При этом здесь имеется явный гендерный аспект. Мужчины лечатся реже и хуже, чем женщины. Ну и самая главная цифра, последняя, в каком проценте случаев удается добиться контроля над артериальной гипертензией. Данные 2017 года, исследование СРФ-2. Сейчас проходит третье уже исследование и результаты его должны быть в течение ближайшего года, двух тоже стать доступными. Но примерно только каждый седьмой мужчина и каждая третья женщина достигают тех целевых цифр артериального давления, которые мы с вами знаем. По рекомендациям надо сказать, что есть три основных документа, которые для нас имеют интерес и значение. Это рекомендации исторически. Первыми из них были обновлены рекомендации американских кардиологических сообществ. Это рекомендации Европейского общества кардиологов, которые появились год спустя. И последними по времени появились рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации. Они были изданы в 2020 году. И насколько я знаю, сейчас уже почти готова обновленная версия этих рекомендаций. Так же, как и в июне этого года, ожидается появление новых европейских рекомендаций поведения больных с артериальной гипертензией. Ну и давайте теперь с вами посмотрим, а что же мы будем называть резистентной артериальной гипертензией. В каждом из этих документов приводятся несколько отличные друг от друга формулировки. Вот согласно европейским рекомендациям артериальную гипертензию следует считать резистентной, когда тройная антигипертензивная терапия с применением антагонистов кальция, тиозидных или тиозидоподобных диуретиков и блокаторов ренино-ангиотензиновой системы в сочетании с модификацией образа жизни не позволяют снизить цифры артериального давления до целевых значений менее 140 на 90 миллиметров артутного столба. При этом недостижение этих цифр должно быть подтверждено либо данными суточного мониторирования артериального давления, либо самоконтролем или самостоятельным измерением артериального давления. И кроме того, должна обязательно быть подтверждена приверженность пациента к лечению. Американские рекомендации. Вы помните, что в Соединенных Штатах приняты другие цифры, с которых начинается артериальная гипертензия. Это цифры 130 на 80 миллиметров артутного столба. Соответственно, если не удается достигнуть этих цифр на фоне приема трех препаратов, тех же самых групп, максимальных или максимально переносимых в дозировках, тоже следует считать по американским рекомендациям резистентной артериальной гипертензии. Можно сразу предположить, что количество больных с резистентной артериальной гипертензией в Америке будет существенно больше, чем в Европе и, как мы позже поговорим, в России. Но американские эксперты относят к резистентной артериальной гипертензии даже в случае, когда удалось достигнуть контроля за артериальным давлением, но при приеме уже четырех и более препаратов. И американские эксперты делают особый упор на то, что для диагностики этого состояния требуется подтвердить, опять-таки, приверженность лечению и исключить, так называемый, синдром или эффект белого халата. В российских рекомендациях, что говорится, что на самом деле они, наверное, в чем-то комбинируют, но больше, естественно, похоже на европейский подход, что это, опять-таки, ситуация, когда соблюдение мероприятий по изменению образа жизни и лечение с применением трех и более лекарственных препаратов не позволяют достигнуть тех самых целевых цифр артериального давления. При этом имеется подтверждение недостижения этих цифр с помощью суточного мониторирования и домашнего мониторирования артериального давления. Также подтверждена приверженность пациента к лечению и исключены причины, так называемой, псевдорезистентности и вторичной артериальной гипертенции. Что это за понятие псевдорезистентность? Это ситуация, когда целевые цифры артериального давления не достигнуты вследствие каких-то других причин, а не неэффективности терапии. А именно, когда пациент не соблюдает предписанный ему режим приема препарата. Когда имеется синдром, феномен белого халата. Когда мы неправильно измеряем артериальное давление в силу каких-то технических причин. А если вы откроете рекомендации по правилам измерения артериального давления, вы с удивлением, наверное, придете к выводу, что крайне редко мы эти требования соблюдаем. Там этих требований перечислено больше, чем на одну страницу. И когда провели небольшой опрос, о какой количестве врачей меряет артериальное давление правильно, то эта цифра оказалась сильно меньше 5%. И, естественно, это все приводит к тому, что зачастую мы определяем неверные цифры артериального давления. И одним из таких ярких примеров подобной ошибки является использование манжет неправильного размера. Если мы у полного пациента используем стандартную манжету или, наоборот, у худого используем манжету для полных людей, то полученные цифры будут очень плохо коррелировать с реальными значениями артериального давления. И это все может привести к гипердиагностике артериальной гипертензии и гипердиагностике резистентной артериальной гипертензии в том числе. А псевдогипертензия – это состояние, связанное с кальцинозом, с кальцификацией плечевых артерий, когда полученные цифры тоже не вполне соответствуют системному артериальному давлению. Это завышенные цифры. И, соответственно, мы начинаем считать неэффективной терапию, которая таковой не является. Ну и, наконец, конечно, в ряде случаев мы используем самые разные схемы для лечения артериальной гипертензии. И если эти схемы, ну, скажем так, не вполне соответствуют современным реалиям, то тоже такое состояние мы не должны считать за резистентную артериальную гипертензию. Насколько часто такое состояние встречается в мире? К сожалению, в России достаточно немного данных, отечественные авторы варьируют от 5 до 15% эту цифру. Но, опять-таки, все зависит от того, будем мы полагаться на значение цифр артериального давления. Американские, из которых считается резистентная гипертензия и целевые значения артериального давления, или европейские. Согласно американским цифрам, которые больше, количество таких больных составляет от 10 до примерно 13%. Согласно европейским данным, в соответствии с европейскими критериями, таких больных примерно от 5 до 10-12%. Мета-анализ крупный американский проведенный показал, что 20 исследований, что в обсервационных исследованиях количество таких больных было порядка 14%, а в рандомизированных исследованиях порядка 16%. Но, тем не менее, европейские эксперты и вслед за ними российские говорят, что доля истинной резистентной артериальной гипертензии не превосходит примерно каждого десятого пациента. То есть меньше 10%. Почему важно выделять эту группу и что вообще отличает пациентов с резистентной артериальной гипертензией? Это, во-первых, гораздо более плохой прогноз, более высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти. Более высокая частота побочных эффектов от лекарственных препаратов просто потому, что таким пациентам приходится назначать больше лекарственных средств, и между ними происходит больше лекарственных взаимодействий. В-третьих, потому что у таких пациентов значительно выше вероятность наличия неэссенциальной, а симптоматической или вторичной артериальной гипертензии. Ну и все это приводит к тому, что, конечно, такие пациенты требуют некоторого особого подхода как с точки зрения диагностики, так и с точки зрения их лечения. Что известно про особенности патогенеза артериальной гипертензии у таких больных? Были выявлены на протяжении последних 20 лет некоторые особенности. Ну, в частности, было выявлено, что у таких пациентов более высокий уровень системного сосудистого сопротивления, более большой объем плазмы крови при сохраненном нормальном прежнем сердечном выбросе. Затем было выявлено, что у таких пациентов имеется относительный избыток альдостерона, то есть имеется небольшое повышение концентрации альдостерона, сочетающееся со сниженной активностью ренина в плазме крови. В-третьих, было выявлено, что у таких пациентов значительно чаще выявляется и большее среднее значение уровня вазопресина, практически в два раза больше, чем у пациентов с контролируемой артериальной гипертензией. Ну и вот совсем недавние статьи говорят о том, что резистентную гипертонию следует рассматривать как состояние, которое характеризуется избыточной задержкой соли вследствие чрезмерной секреции альдостерона. Больные с резистентной артериальной гипертензией имеют определенные различия как по демографическим состояниям, так и по сопутствующим заболеваниям, по частоте встречаемости симптоматической артериальной гипертензии. Ну, в частности, больные с резистентной артериальной гипертензией характеризуются более пожилым возрастом, более частым наличием ожирения. Чаще это пациенты афроамериканской расы, чаще у них имеется избыточное потребление соли. Ну, я могу сказать, что по современным представлениям употребление поваренной соли должно быть в пределах примерно 5 грамм в сутки. В Российской Федерации эта цифра в настоящее время составляет около 9-10 граммов, а по некоторым данным даже до 12,5. Ну, я вот недавно общался с зарубежными коллегами, есть страны, где все еще хуже, в частности, вот на Балканах потребление соли доходит до 17-18 грамм в сутки. Понятно, что у пациентов с резистентной артериальной гипертензией при первичном осмотре чаще регистрируются более высокие цифры артериального давления, имеется больший стаж артериальной гипертензии и более длительная, неконтролируемая артериальная гипертензия. У таких пациентов больше выражено поражение почек и других органов мишеней, гипертрофия миокарда левого желудочка, чаще выявляется диабет, атеросклероз, и поскольку это пожилые пациенты, у них чаще регистрируется и изолированная систолическая артериальная гипертензия. У таких пациентов чаще, примерно до 20-25% доходит, выявляются, а по некоторым данным даже до 30-ти выявляются симптоматические артериальные гипертензии. Прежде всего в этом списке надо, наверное, назвать первичный гиперальдостеронизм, поражение атеросклеротической почечных артерий, значительно чаще выявляется синдром абструктивного апноэ во сне и хроническая болезнь почек. Ну и надо помнить, что есть достаточно большое количество препаратов, как рецептурных, так и нерецептурных, которые способствуют повышению артериального давления. Это и часто нами применяемые нестероидные противовоспалительные средства, и контрацептивы, и целый ряд цитостатиков, противоопухлевых препаратов, естественно, портикостероидов. Но на самом деле могу привлечь ваше внимание к достаточно такой частой ситуации использование симпатомиметика в виде назальных капель, и к своему огромному удивлению я в последнее время, смотря по окружающим, вижу, какое большое количество у нас людей постоянно находятся на различных назальных каплях с точки зрения лечения ринита, при этом используют их достаточно часто, там по 3, 4, 5 раз в сутки, естественно. Я думаю, что раньше или позже это может способствовать и проблемам, конечно, с артериальным давлением. Как вести таких пациентов? Ну, давайте еще раз вспомним рекомендации, что на первых шагах лечения артериальной гипертензии желательно с первого шага использовать стратегию комбинированной терапии, при этом в виде полипилюли в одной таблетке, комбинацию препарата, блокирующего ренино-ангиотензиновую систему с либо блокатором медленных кальциевых каналов, либо с тиозидным или тиозидоподобным диуретиком. Если эта комбинация не позволяет достигнуть контроля над артериальным давлением, используется тройная комбинация этих групп препаратов. Ну и, наконец, если эта тройная комбинация неэффективна, и приверженность подтверждена, и синдрома белого халата нет, то мы можем это назвать резистентной артериальной гипертензией. И большинство экспертов на сегодняшний день, как европейских, так и американских, и российских, говорят, что препаратом номер 4 в этой ситуации должны быть антагонисты минерал-протикоидных рецепторов, преимущественно спиронолактон. Мы очень долго в нашей практике пытались лечить больных с артериальной гипертензией и монотерапией. И в случае, если одним препаратом не удавалось достигнуть эффекта, старались что сделать? Добиться максимально переносимых, максимально возможных рекомендованных доз. Но оказалось, что эта стратегия по своей эффективности значительно уступает стратегии добавления другого антигипертензивного препарата с другим механизмом действия. Именно это и было предпосылкой к тому, чтобы, начиная уже с первых шагов лечения больных с артериальной гипертензией, использовать комбинацию. С точки зрения увеличения приверженности к проводимому лечению тактика полипилюли, то есть таблетки, которые содержат сразу несколько классов антигипертензивных препаратов, представляется, конечно, значительно более оправданной. Монотерапии. Должны ли мы от нее совсем отказаться? Нет, конечно. Есть группа препаратов, у которых мы можем начинать лечение с одного препарата. Это пациенты прежде всего с низким сердечно-сосудистым риском, с артериальной гипертензией, пациенты с первой степенью артериальной гипертензии и очень пожилые пациенты старше 80 лет из-за более высокого риска развития гипотензии у таких больных. Но, тем не менее, как показывает практика, как показывает сертификация риска, количество таких больных в общем очень ограничено. И подавляющее большинство наших пациентов имеют высокий и очень высокий риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Большинство пациентов мы начинаем лечить уже на стадии артериальной гипертензии второй или третьей степени. И все это говорит о том, что концепция комбинированной терапии, наверное, она должна как можно шире в жизнь притворяться. Если мы с вами откроем непосредственно текст рекомендаций, то увидим там более подробное описание наших шагов для лечения резистентной артериальной гипертензии. Там, во-первых, сразу говорится про то, что это должны быть низкие дозы спиронолактона. Что такое низкие дозы? Ну, большинством под этим подразумеваются дозы 25-50 мг в сутки. Если спиронолактон не переносится пациентам или появляются его какие-то хорошо нам известные побочные эффекты, то можно в качестве альтернативы использовать теплеринон, более селективный антагонизм минерал-кортикоидных рецепторов. Можно использовать амилорит, однако в Российской Федерации амилорит практически на сегодняшний день не используется. Можно попытаться использовать более высокие дозы тиозидных и тиозидоподобных диуретиков или добавить петлевые диуретики опять-таки в той ситуации, если применение спиронолактона по какой-то причине затруднительно. Ну и, наконец, препаратами следующей линии будут являться бета-блокаторы или альфа-блокаторы. При этом даже поименованы они персонально. Это бисопролон из бета-блокаторов и это доксозазин из альфа-блокаторов. Российские рекомендации, ну, они во многом дублируют европейские, еще раз повторюсь, и рекомендуют усиление мероприятий по изменению образа жизни. Прежде всего, вспоминая о том, что это состояние с задержкой соли, то обязательно нужен более строгий контроль за ее употреблением. Это тот же самый спиронолактон и это другие диуретики. По сути, те же самые препараты, которые поименованы в европейских рекомендациях, с одним небольшим комментарием, что указано, что больным со снижением скорости клубочной фильтрации менее 30, больным с гиперкалемией, больным, которые имеют побочные эффекты от применения спиронолактона, его применение противопоказано. Есть, конечно, интересные подходы. Последние годы вы знаете, что появились у нас в практике новые препараты для лечения гиперкалемии. Это патиромер и это циклосиликат циркония. Они даже зарегистрированы уже циклосиликат в Российской Федерации. Препараты, правда, достаточно дорогостоящие, но тем не менее, целый ряд исследований идет. И уже есть некоторые предварительные результаты о том, что применение этих препаратов совместно с спиронолактоном позволяет снизить риск развития гиперкалемии и продолжить терапию с спиронолактоном в той ситуации, когда, может быть, ее бы следовало до этого прервать, до совместного применения этих препаратов, которые снижают уровень калия, снижают они его, по сути, являясь ее наобменными смолами и всасывая тот калий, который находится в просвете кишечника, не всасываясь из кишечника куда-либо, и выводит этот калий из организма. Считается, что позволяет применение таких препаратов снизить уровень калия примерно на одну единицу за сутки. Ну и надо помнить о том, что если скорость клубочковой фильтрации у пациента снижается менее 30, то таким пациентам в настоящий момент не рекомендуется применение ни спиронолактона, ни тиозидных или тиозидоподобных диуретиков, следует назначать петлевые диуретики. Американские рекомендации, о чем говорят, также про изменение образа жизни, про диету, про коррекцию веса, про необходимые регулярные физические упражнения и обратить внимание, не менее 6 часов непрерывного сна ночью. Прямо вот мечта. И точно так же они говорят о том, что применение тиозидоподобных диуретиков длительного действия, а именно хлортелидон и эндопамида, более целесообразно, чем применение гидрохлоротиозида. Тоже говорят о том, что антагонисты минералокортикоидных рецепторов и здесь уже между спиронолактоном и плереноном практически у них стоит знак равенства, требуют с таким пациентом. Ну и говорится, а если и это не помогает, то надо поэтапно добавлять препараты с другими дополнительными механизмами действия. И даже приведен алгоритм, что же это за дополнительные препараты, это те же самые бета-блокаторы или комбинация бета-блокатора с альфа-блокатором, и это препараты центрального действия. Мы вроде бы уже давно забыли про калфелин и колонидин, а оказывается, что он до сих пор в рекомендациях всех инстанций, какие только существуют, присутствует. Помимо этого упоминается дилтиазем и два препарата, которые в Российской Федерации не зарегистрированы по данному показанию, а именно гидролозин и миноксидил. Миноксидил у нас есть в виде кремов и мазей для лечения сибары, перхоти и в виде шампуней, а в виде таблеток для лечения артериальной гипертензии у нас этих средств нет. Ну и несколько слов еще про работу, которая появилась буквально во время пандемии, и на мой взгляд она крайне важна, потому что она подразделяет больных с резистентной артериальной гипертензией на несколько подгрупп, на несколько фенотипов, а именно на пациентов непосредственно с резистентной артериальной гипертензией, больных с рефрактерной артериальной гипертензией, а к своему стыду я могу сказать, что достаточно долго я считал, что это синонимы, и даже многие корифеи медицины, у которых я пытался выяснить разницу, говорили, что этой разницы не существует. На самом деле за рефрактерную артериальную гипертензию принимается ситуация, когда не удается добиться контроля артериального давления на фоне приема пяти и более препаратов, не трех и более, а пяти и более препаратов. Кроме того, выделяется под группу пациентов так называемые контролируемые резистентные артериальные гипертензии, и это такой реверанс в сторону американских рекомендаций, которые тоже этих пациентов включают в число пациентов с резистентной артериальной гипертензией, и это так называемые маскируемые неконтролируемые артериальные гипертензии, пациенты, которые получают 4 и более антигипертензивных препарата и достигают адекватного контроля офисного артериального давления, Но при этом вне медицинских учреждений у них остается повышенная артериальная гипертензия. И европейские эксперты даже предлагают вот такой вот алгоритм по диагностике и ведению резистентной артериальной гипертензии в зависимости от ее фенотипов. Они требуют проведения скрининга на маскируемую неконтролируемую артериальную гипертензию, скрининга на псевдорезистентную артериальную гипертензию, подразделения на вот эти четыре фенотипа. И посмотрите, представляют прямо линейку, какие препараты в какой ситуации мы должны назначать. Для меня, наверное, самым удивительным в этом списке стали статин. Потому что мы обычно все-таки больным непосредственно с артериальной гипертензией статины редко назначаем. А вот европейские эксперты, это группа экспертов, которые входят в Европейское общество кардиологов, считают, что статины, в общем, особенно у пациентов с рефрактерной, с резистентной артериальной гипертензией, должны быть тоже рассматриваться в качестве схемы лечения. Про перспективы несколько слов лекарственной терапии сначала скажу. В настоящее время идут исследования по применению высоко селективных антагонистов минералокортикоидных рецепторов уже третьего и четвертого поколения. Фенеринон самый известный из них, есть еще апараринон, эзоксиринон. И результаты этих исследований ожидаются буквально в ближайшие годы. Интересным направлением, которое тоже имеет под собой достаточно хорошее обоснование, являются препараты, которые мы в настоящее время применяем для лечения ожирения и сахарного диабета. Именно агонисты и глюкогон подобного пептида первого типа, лироглютит и семоглютит. Вы знаете, что Россия стала, наверное, первой страной в мире, где ОРНИ, ингибитор ангиотензиновых рецепторов и неприлезина, был внесен в рекомендации по лечению, получила показания и разрешение Минздрава на применение, на лечение артериальной гипертензии, потому что во всем остальном мире это пока обсуждают. Эта группа препаратов используется исключительно для лечения сердечной недостаточности. А вот у нас уже оказалось, что этот препарат рекомендован и для лечения артериальной гипертензии. Несомненно, сейчас на гребне волны и огромный интерес вызывают ингибиторы натриеглюкозных контрраспортеров второго типа, глифлозины, которые уже давно перешагнули границы сахарного диабета, шагнули и в сердечную недостаточность, и в нефропротекцию, и в частности сейчас обсуждается вопрос, и идут исследования по возможности их применения у пациентов с резистентной артериальной гипертензией. Ну и кроме того, есть препарат, который ярко появился и быстро был подвергнут практически полному забвению, прямой ингибитор глинина, алискерен. Возможно, в ряде случаев это тоже одно из направлений, по которому мы можем попытаться контролировать резистентную артериальную гипертензию. Это была первая моя часть доклада, посвященная преимущественно фармакологическому лечению. Но на самом деле мне сегодня очень хотелось с вами обсудить еще и инструментальное лечение артериальной гипертензии, потому что оно значительно более противоречиво и значительно меньше ответов, рекомендаций и возможностей в том числе его применения. Хотя если мы с вами углубимся в историю, мы узнаем, что первые попытки хирургического лечения артериальной гипертензии предпринимались еще 100 лет назад. Операция хирургическая симпатоктомия показывала, что у пациентов после ее проведения снижались цифры артериального давления. Но понятно, что широкого применения эта методика не получила. Следующим прорывом в этой области стало появление почечной денервации. Впервые эта процедура была проведена в конце 80-х годов, и дальше эта методика менялась, усовершенствовалась, менялись пути проведения этой денервации. Это сначала было хирургическое вмешательство, потом это стала радиочастотная аблация. В настоящее время чаще всего для этой цели используется сфокусированный ультразвук, при этом как внутрисосудистый, так и экстракорпоральный ультразвук. Затем появились другие интересные вмешательства, например, стимуляция каротидных барорецепторов, применение подвздошных артериовенозных анастомозов. И вот на этом слайде, в общем, все эти методики сгруппированы вместе. Они, по сути, подразделяются на две большие группы неравномерные. Одна – это те вмешательства, которые направлены на модуляцию вегетативного тонуса. И, по сути, речь идет о воздействии на различные рефлексогенные зоны, на сосудистый, сосудодвигательный центр путем стимуляции тех или иных зон активности. И к этому методу относятся, помимо ренальной денервации, растяжение каротидного синуса, денервация каротидного тела, стимуляция различных барорецепторов, стимуляция дуги аорты, срединного нерва. И также относятся отдельным направлением лечения инструментальной артериальной гипертензии. Считается воздействие на механические аспекты кровообращения. Ну, формально на создание артериовенозных соустей. Берут бедренную артерию, ставят такой стенд, который соединяет фистулу, которая соединяет ее с бедренной вены. И идет сброс крови из артерии вверх. Ну, давайте немножко поподробнее про каждый из этих методов с тем, что известно на сегодняшний день по эффективности этих вмешательств, по безопасности этих вмешательств. Наиболее изучено и, наверное, наибольшее внимание в связи с этим получила денервация почечных артерий. Еще раз, это либо экстракорпоральное, высокоинтенсивное, либо внутри сосудистое ультразвуковое воздействие. выполняется преимущественно врачами эндоваскулярного профиля. И в течение последних 15 лет было достаточно много исследований, которые изучали эффективность данного воздействия. И надо сказать, что были как успехи, так и достаточно большие разочарования в этом методе. Но с точки зрения доказательной медицины, вы знаете, что все время любят какие-то рандомизированные исследования, и чтобы была группа контроля. А как придумать группу контроля на хирургическое вмешательство? И придумали так называемые шейм-процедуры или имитация процедуры, или фальш-контроль эта группа, те пациенты, которым проводилась имитация вмешательства. То есть им точно так же пунктировали сосуды, точно так же вводили какие-то датчики, но не включали их на полную мощность или включали они в том месте, и по сути не вызывали денервацию. Это группа, грубо говоря, контроля таких пациентов. И к моменту выхода предыдущих европейских рекомендаций было уже три рандомизированных исследования с такой имитацией процедуры. Но, к сожалению, самое крупное из этих исследований, исследование гипертенджен-3, принесло достаточно разочаровывающие результаты, и именно поэтому в рекомендациях почечная денервация была практически подвергнута, ну, если не анафеме, то достаточно большой критике. Да, несомненно, на сегодняшний день имеются ограничения у этого метода. Это небольшое количество пациентов, которые в исследованиях по изучению ее эффективности и безопасности были включены. Это небольшая продолжительность наблюдения за такими пациентами, и в связи с этим не очень понятно, насколько длительно антигипертензивный эффект у данного вмешательства сохраняется. Тем не менее, можно сказать, что в краткосрочной перспективе эти вмешательства безопасны, что антигипертензивная эффективность почечной денервации в целом примерно соответствует антигипертензивной медикаментозной терапии и приводит к снижению среднесуточного и офисного систолического артериального давления примерно на 6-10 мм рт. столба. А я хочу вам напомнить такие впечатляющие цифры, что снижение артериального давления всего-навсего на 2 мм рт. столба позволяет снизить риск развития инфаркта миокарда на 7%, а инсульта на 10%. То есть даже 2 мм – это уже большая польза, а тут практически 10 мм. Но и есть метаанализы, которые говорят, что если с помощью лекарственных препаратов снизить цифры давления на эти значения, то риск сердечно-сосудистых осложнений снизится практически на четверть. К сожалению, пока не можем перенести эти цифры на почечную денервацию, поскольку такие долгосрочные исследования еще раз отсутствуют. Буквально в прошлом году появился очень интересный документ. По сути, анализ всех существующих на сегодняшний день шести уже исследований, где проводилась вот эта имитация процедуры вмешательства. То есть с момента выхода европейских рекомендаций добавилось три новых исследования, и все они показали эффективность этого метода. Подтвердили, что цифры снижения офисного артериального давления систолического примерно около 10 мм рт. столба, а по данным суточному мониторированию артериального давления примерно от 5 до 9 мм рт. столба. И во всех этих исследованиях была получена достоверная эффективность по сравнению с группой имитации вмешательства. Ну и совсем свежая публикация, буквально месяц назад даже меньше появившаяся, тоже дополнительный анализ уже ультразвуковой сугубо денервации почек. Три крупных исследования были в него включены с общим количеством более 500 пациентов. Правда, это были пациенты с различной степенью тяжести артериальной гипертензии. Два месяца продолжался период наблюдения за этими больными, и мы получили достоверное снижение цифр артериального давления по сравнению с группой имитации примерно на 6 мм по данным суточному мониторированию артериального давления, почти на 7 мм по данным самоконтроля и примерно на 6 мм по цифрам офисного измерения. Поэтому, наверное, с учетом того, что в скором времени будут обновлены рекомендации, я не исключаю, что почечная денервация может как-то усилит свои позиции и будет подвергнута реабилитации. Еще один возможный вариант инструментального лечения резистентной артериальной гипертензии – так называемая стимуляция каротидного синуса. Всего одно исследование значимое, крупное по этой методике было проведено. Обратите внимание, это прибор, который внешне немножко похож на кардиостимулятор, тоже подшивается в грудную клетку, но электрод идет в область барорецепторов каротидного синуса и идет постоянное раздражение этой зоны. Есть, правда, разные варианты, либо постоянные, либо прерывистыми какими-то интервалами. И единственное исследование больше 300 пациентов – это было плацебо-контролируемое исследование. Длительный период наблюдения, более 5 лет, показало, что данная методика позволяет тоже достаточно существенно снизить цифры как систолического, так и диастолического артериального давления, что это снижение сохранялось при продолжительном вмешательстве, то есть на протяжении всего периода наблюдения и в целом не сопровождалось каким-либо значимым побочными эффектами. То есть безопасность была достаточно высока. Но понятно, что и это вмешательство не лишено недостатков. Это, конечно, хирургическое вмешательство со всеми сопряженными обстоятельствами. Нет, к сожалению, также никаких данных по влиянию этого хирургического вмешательства на развитие сердечно-сосудистых событий. И есть большое количество вопросов, потому что не очень понятно, каких пациентов можно подвергать этому вмешательству, в каком режиме применять этот аппарат, насколько продолжительные должны быть эти стимуляции. Ну и требуются дальнейшие исследования, которые, к сожалению, пока в малоактивном состоянии проходятся. Центральный артериовенозный анастомоз, наверное, я могу сказать, что самые впечатляющие цифры снижения артериального давления продемонстрировали. В течение шести месяцев наблюдения систолическое артериальное давление офисное снизилось почти на 30 миллиметров нутного столба. Ни один препарат этого не позволяет достигнуть. И цифры суточного амбулаторного систолического артериального давления тоже были снижены более чем в два раза выраженнее, чем при применении других методик. Но, опять-таки, свои минусы. Почти у третьих больных появились венозные осложнения. Поскольку мы перегружаем венозное русло, появляется венозная гипертензия, появляются венозные стенозы, что требует проведения дальнейших хирургических вмешательств. Поэтому, к сожалению, это вмешательство тоже не получило широкого распространения. Еще один очень интересный подход, так называемая модуляция срединного медианного нерва. Исследование, так называемое E-коин, да, то есть электрическая монетка под кожу запястья вшивалась в зону иннервации прохождения медианного нерва и стимулировала эту точку тоже в таком прерывистом режиме. И результаты показали, что небольшое было исследование в пяти странах проводилось, и в общей сложности около 50 пациентов всего в нем участвовали. Но было показано, что в группе активного лечения на 11 примерно миллиметров ртутного столба удалось добиться снижение систолического артериального давления по результатам суточного монетарирования. А в то время как в группе контроля, а это была опять-таки имитация вмешательства, то есть тоже вшивали эту таблетку, но она никак не была активна, наоборот, произошло повышение цифр артериального давления. Были эти результаты восприняты как очень обнадеживающие, было запланировано и даже зарегистрировано более крупное исследование этой методики в Соединенных Штатах Америки, но оно даже не было начато, потому что не смогли найти достаточное финансирование на проведение данного исследования. Таким образом, рекомендации как российские, так и европейские в настоящее время говорят о том, что применение инструментального лечения артериальной гипертензии в настоящее время не рекомендуется, пока не будут получены данные большего количества клинических исследований по эффективности и безопасности этих методик. Но мы с вами уже обсудили, что эти рекомендации были приняты аж 6 лет уже назад, что с тех пор появилось достаточно много новой, в целом достаточно перспективной и обнадеживающей информации, поэтому наберемся терпения и подождем, изменится ли что-то в подходах к лечению артериальной гипертензии. Ну и прежде всего, конечно, имеется в виду в аспекте резистентной артериальной гипертензии в отношении этих инструментальных методик. Но хотел бы обратить ваше внимание, что подавляющее большинство из этих методик, они являются какими? Инвазивными. И в рекомендациях речь идет как раз про инвазивные методики обсуждения. А если вы откроете медицинскую литературу и крупные журналы, вы обнаружите, что имеется большое количество работ, которые посвящены неинвазивным вариантам лечения. Артериальные гипертензии тоже инструментальные и тоже с точки зрения в большинстве своем стимуляции различных рефлексогенных зон. По сути, исходное начало свое эти методики берут из китайской медицины, из тех самых точек акупунктуры, биологически активных точек, стимуляция которых теоретически может позволить снизить цифры артериального давления. Такие публикации появляются регулярно в разных журналах и на разных языках. Есть они и у нас в стране. При этом я специально смотрел достаточно серьезные авторы. Жанна Давидовна Кабалава, один из ведущих у нас в стране экспертов по артериальной гипертензии, в свое время проводила изучение вот такой вот неинвазивной методики, а по сути это что собой представляет? Такой как браслет, как часы, которые надеваются на запястье и курсами стимулируют те самые рефлексогенные зоны, зоны того же самого медианного нерва и опосредованно, рефлекторно воздействует на зону сосудодвигательного центра и другие вазоактивные зоны и снижает цифры артериального давления. У нее была небольшая работа, которая правда потом легла в основу кандидатской диссертации. 60 пациентов, которые использовали аппарат для лечения именно резистентной артериальной гипертензии. Вы видите месяц примерно наблюдения, при этом менялась группа пациентов, одни сначала лечились, потом не лечились, другие сначала наоборот не лечились, а потом лечились этой методикой, специально ради того, чтобы создать такие перекрестные группы и убедиться в эффективности данного метода. И вывод, который они сделали, что у пациентов с резистентной артериальной гипертензией, подобная методика в течение всего-навсего двух недель применения позволила достичь целевых цифр у практически трех четверти пациентов без изменения количества и доз антигипертензивных препаратов. Еще одна интересная работа, это уже коллектив Ольги Николаевны Ткачевой, российский гератологический центр, использовали аналогичный прибор, другой, правда, по названию, но с примерно тем же самым механизмом действия. Да, не очень большая группа наблюдения, но это были пациенты старшей возрастной группы с неинвазивной чрезкожной электростимуляцией. И они показали еще более впечатляющие цифры. По их данным, снижение систолического артериального давления всего-навсего через два часа от начала процедуры позволило снизить цифры примерно на 20 миллиметров систолического, а диастолического почти на 17 миллиметров. Но при этом показатели артериального давления возвращались к исходным всего-навсего через 4 часа. То есть, по сути, надо каждые 4 часа эту методику проводить. Не было выявлено у них никаких случаев побочных эффектов или резкого снижения, симптомного снижения артериального давления. Ну и еще одна работа, которую я тоже хочу упомянуть, это Алмазовский центр Санкт-Петербург, профессор Мамонтов, который тоже изучил этот же аппарат у пациентов с различными группами артериальной гипертензии и показал, что курсовое применение электронейростимуляции позволяет добиться нормализации индекса времени у третьих больных, достоверного снижения среднесуточных цифр артериального давления у двух третей больных, нормализировать ритм, вариабельность артериального давления у тоже двух третей случаев, и в третьих случаях нормализовать циркодианный индекс. Ну, могу сказать, что мы тоже заинтересовались этой методикой на кафедре госпитальной терапии имени академика Лукомского, Арнима имени Пирогова. У нас запланировано и началось достаточно большое исследование, при этом исследование с группой, в том числе фальшконтроля. К сожалению, случившийся ковид внес большие изменения в наши планы, и большой выборки мы пока не получили. К настоящему моменту у нас есть данные примерно по 35 пациентам, поэтому продолжаются наши исследования. Первые цифры, ну, я не скажу, что мы были сильно впечатлены происходящим, но, тем не менее, какие-то позитивные сдвиги у пациентов на фоне этой методики увидели. Наверное, это слишком рано, чтобы делать какие-то серьезные выводы. Дождемся результатов и, надеюсь, смогу их вам тоже сообщить при будущих встречах. Ну и в конце своего выступления хочу, наверное, суммировать все сказанное, что резистентная артериальная гипертензия является состоянием с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти, с более высокой вероятностью наличия симптоматической артериальной гипертензии, с особым диагностическим и легчебным подходом в зависимости от существующего фенотипа, что прежде чем усиливать терапию таким пациентам, несомненно, необходимо убедиться в том, что это действительно резистентная артериальная гипертензия, не те состояния, которые могут ее маскировать, что, наверное, наиболее оправданной тактикой ведения таких больных является добавление на первом шаге антагонистов минералокортикоидных рецепторов, а на следующих этапах бета-блокаторов и альфа-блокаторов. Ну и в отношении инструментальных методов, наверное, мы должны пока все-таки придерживаться концепции, что их рутинное применение в настоящее время не показано. Ну и надеюсь, наши с вами дальнейшие изыскания работы позволят открыть одну из вечных интриг человечества и интриг старости, а как же все-таки мы можем контролировать артериальное давление. Благодарю вас за внимание и прошу... Да, чтобы мы с вами оказались в экране. Вопросы? А? Конечно, нужно. Спасибо. 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 Необычный вопрос. Да, значит, вопрос, влияет ли болгарка и рог на артериальную гипертонию. Ну, я думаю, что этот вопрос надо немножко разделить на две вещи. Влияет ли шум как фактор стресса на артериальную гипертонию? Я думаю, что, наверное, нет сомнений в том, что да, влияет стресс, является фактором риска. Но если говорить непосредственно про музыку, мне больше кажется важным отношением человека к этой музыке. Если она ему нравится, то это обычно наоборот музыкотерапия. Вы знаете, есть одно из направлений лечения в психиатрии. Но если эта музыка, конечно, доставляет дискомфорт, особенно соседям, будет среди ночи, то наверняка она положительного влияния не оказывает и должна рассматриваться как фактор риска. Не знаю, следует ли это считать фактором риска резистентной артериальной гипертонии, но фактором риска самой гипертонии наверняка да. Я так понимаю. Конечно, но мы же с вами живем в мире органов чувств, и все воздействия внешней среды у нас вызывают какую-то ответную реакцию. Она может быть адаптивная реакция, она может быть дезадаптивной реакцией, она может быть контролируемой или неконтролируемой, но какой-то внутренний отклик у нас получает совершенно любое внешнее воздействие от яркого света до звука, прикосновения и так далее. Давайте вопрос-ответ, вопрос-ответ. Давайте, потому что мы... Влияет. Влияет. Влияет не звук, а ваше отношение к этому звуку. Я бы сказал тогда. Я очень коротко сформулирую. Потому что вряд ли на меня, например, будет отрицательно воздействовать рок. А если этот рок будет из соседней квартиры в середине ночи, то будет отрицательный воздействие. Но это не к року относится, а к сволочам, соседям. Да. Так, еще вопросы. Так, давайте покажем, что у нас есть. Проводились ли какие-то сравнительные исследования миксанидина, альфа-блокатора, причине рака. Ну вот это очень интересная тема. На самом деле, если вы откроете все рекомендации, вы не найдете там упоминания миксанидина вообще. Нигде. Ни в качестве первой линии, ни второй, ни третий, ни даже шестнадцатой. Тем не менее, исследований по применению миксанидина было, в общем, достаточно много. И его у нас достаточно широко используют когда? В неотложных состояниях, прежде всего. Для купирования гипертонических кризов, по скорой помощи. И даже в стационарах. Хотя, опять-таки, никаких убедительных данных о том, что это оправданный подход, на сегодняшний день не существует. Но, вы знаете, у нас есть очень много таких вмешательств, которые нам кажутся, что они эффективны. Но когда оценивают большую базу данных, оказывается, что помимо эффекта есть еще и побочные эффекты. Помимо эффективности есть безопасность. Помимо индивидуального представления существуют и какие-то индивидуальные заблуждения. Поэтому на сегодняшний день есть работы по применению миксанидина в самых разных ситуациях. Но полученные данные не говорят о том, что этот препарат должен нами широко применяться. И даже если вы откроете положение, касающееся лечения гипертонических кризов, как европейский, так и российский, миксанидина там все равно нет. А клофелин появился. А клофелин есть, да? А я помню, как на этой трибуне меня чуть не съела Мария Геннеглейзер. Про клофелин. Про клофелин. Клофелин, все, исключили. Слушайте, лучший препарат для снижения давления. Ну, о чем мы разговариваем? Вопрос в умении им пользоваться и в помощи. Второй вопрос. Он исчез, а теперь вернулся. А теперь имеется. Может, и с этим тоже такая же история. Мы живем, увидим. На сегодняшний день нет убедительных данных, чтобы этот препарат широко использовать. Хотя, мне представляется, что в тех ситуациях, когда вы больше, вот, ну, хорошо, первая линия дополнительной терапии, вторая, третья, вы использовали, а артериальная давление все равно остается высоким. Что-то же нужно еще пробовать, правда? И вот, наверное, в этой ситуации можно попробовать им обсудить. Я бы, наверное, так ответил на этот вопрос. Обтекаем. Так, роль статинов. Роль статинов. Ну, мы прекрасно знаем, что на сегодняшний день… Я молчу. На сегодняшний день мы рассматриваем больного с артериальной гипертензией не просто как с артериальной гипертензией, а больного, где артериальная гипертензия – это один из факторов риска. Да, и помимо артериальной гипертензии у пациента бывает гиперхолестериномия, бывает масса других сердечно-сосудистых состояний – ожирение, сахарный диабет, гипергликемия, метаболический синдром, гиперурикемия и того, больше сотни факторов риска уже на сегодняшний день поименовано. И понятно, что просто больному с артериальной гипертензией, наверное, статину ни один разумный человек назначать не будет. Но если это пациент с метаболическим синдромом, у которого есть гиперхолестериномия, особенно если это выраженная гиперхолестериномия, особенно если это пациент высокого и очень высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, то вот тут, наверное, статины действительно вспоминаются как один из наиболее изученных классов препаратов с доказанным эффектом. Но, наверное, я не буду апологетом ситуации, чтобы назначать статины сразу всем. Да, несомненно, есть и побочные эффекты, и противопоказания, и прочие факторы, которые требуют гораздо более точечного и индивидуального подхода к выбору терапии с точки зрения предупреждения сердечно-сосудистых осложнений. Мне кажется, в данном случае статины рассматриваются именно в таком контексте, как воздействие на один из факторов риска, который идет параллельно с артериальной гипертензией у подавляющего числа наших пациентов. Так, насчет сортанов. Насчет сортанов. Ну, сортаны имеют хорошую доказательную базу у больных с артериальной гипертензией. Это препараты с высокой эффективностью и высокой безопасностью. Это препараты, которые имеют меньшую частоту отмены при лечении, чем ингибиторы АПФ, меньшее количество побочных эффектов, чем ингибиторы АПФ. Поэтому, на мой взгляд, сортаны, несомненно, являются препаратами первой линии для лечения артериальной гипертензии. Но они меняются с ингибиторами. Но они либо одно, либо другое. Совместное их назначение на сегодняшний день противопоказано. При всех нозологиях, какие только можно придумать. Но с точки зрения переносимости, безопасности и приверженности лечению, сортаны, на мой взгляд, имеют некоторые преимущества по сравнению с ингибиторами АПФ. Но, опять-таки, здесь, мне кажется, что не бывает универсального подхода, что использовать только сортаны или только ингибиторы АПФ. Конечно, в каждом конкретном случае надо оценивать имеющиеся сопутствующие заболевания, имеющиеся поражения органов, мишеней, учитывать особенности пациента и именно на основании этого принимать решение. Так, с моксинедином, я думаю, что мы ответили уже. Да. Роль гангиоблокаторов. Оф, да. Вы наступили, извините. Резерпин и тому подобное. Вы наступили, никуда не делся. Этот самый пентамин и прочие препараты. Но, с одной стороны, никто не спорит с тем, что они обладают высокой антигипертензивной активностью. То есть, но вы прекрасно знаете, что гангиоблокаторы позволяют и бензогексонии, и пентамин снизить цифры артериального давления с 200 до нуля буквально за несколько секунд. Да. Вопрос в том, что... И? И привести к артериальной гипотензии. А дальше консульту, извините. И вполне. Дальше да. Поэтому дело не в их эффективности. Никто ее не оспаривает. А в том, что это действительно препараты с очень узким интервалом терапевтического действия. Да. Грань вот эта между эффективностью и безопасностью очень тонка. Поэтому на сегодняшний день ни пентамин, ни бензогексонии, ни другие гангиоблокаторы тоже не входят ни в какие рекомендации. Ровно потому, что они опасны при применении. Они могут, даже если вы дробно вводите понемножку их, все же внутривенные препараты, то несмотря на все меры предосторожности, они могут привести пациента и к коллапсу, и к ишемическим осложнениям. И желательно, конечно, стараться избегать их применения всеми возможными силами. Ну, я могу только добавить, что неврологи вообще кричат, что не надо снижать давление очень сильно. Да. Неврологи говорят о том, что у пациента с ишемическим инсультом резкое снижение артериального давления только расширяет зону ишемического повреждения, зону инсульта и ухудшает прогноз. Поэтому там отдельные рекомендации для лечения больных с инсультом. Ну, прежде всего, это касается на фоне гипертонического криза. И там рекомендуется именно ступенчатое, постепенное снижение этих цифр. Не сразу, а на протяжении определенного периода времени. Не рекомендуется снижать цифры артериального давления менее 160. Вот такие вот. Ну, я бы еще тогда сказал, что интересный вопрос в отношении его нету. Тут никто не задал. Ибрантил там еще. Но ибрантил есть. Про ибрантил больше положительных данных по сравнению с максонидином. Он присутствует в отечественных рекомендациях для лечения гипертонического криза, но отсутствует для лечения стабильных форм артериальной гипертонии. Мне кажется, что был бы интересный вопрос для обсуждения в отношении цифр артериального давления у пожилых пациентов. С каких цифр надо начинать лечить, до каких цифр надо снижать. Потому что, если мы возьмем еще совсем недавние времена, мы стояли на позиции, что у пожилых пациентов давление меньше 160 можно, собственно, и не лечить. Потому что эти пациенты гораздо более чувствительны к антигипертензивной терапии. Гораздо чаще вмешательства приводят к развитию гипотензии, связанного с этим осложнений. И до недавнего времени был именно такой подход. Последние рекомендации говорят, что все-таки у пожилых надо тоже стараться снижать артериальное давление до значения 140 на 90. Но в тех же самых рекомендациях есть очень интересное положение, которое говорит, что начинать лечение надо, если цифры артериального давления 160 и больше. То есть вот такое вот противоречие. И надо помнить, что таким пациентам можно пытаться начинать лечение с монотерапии. Так, беременных хотят. Ох, беременные – это вообще интересная тема, отдельная совсем. Мы с вами прекрасно помним, что большое количество препаратов у беременных противопоказано. И тут как раз всплывают старые добрые средства, которые уже при других формах гипертензии давно не используются. Но что можно? Бетблокаторы можно, можно некоторые антагонисты кальция. А препарат центрального действия, выскочил у меня название, Депегид, да. Депегид. Он есть? Он есть в России, да. На самом деле есть. Метилдопа – это все же оттуда. Они существуют. Я чувствую, что вы на меня смотрите, потому что при вас уже их не было. Ну, честно говоря, они, на мой взгляд, чаще используются гораздо где-то в неврологии, в психиатрии, нежели в кардиологии. Но тем не менее они в России зарегистрированы и до сих пор существуют. К сожалению, большой возможности других опций у нас нет. И у беременных, кстати, лечение артериальной гипертензии тоже считается целесообразным, если цифры больше 160. А мочегонные? Да, я и говорю, что он существует у нас. Мочегонные, насколько я помню, тиозидные не рекомендуются таким пациентам, а вот петлевые могут в ряде случаев применяться. Я думаю, что поскольку тут следующий вопрос опять про беременности и роды, давайте этот вопрос отдельно. Потому что на самом деле эта группа очень тяжелая, очень сложная и совсем никак не укладывается в те рекомендации, которые здесь были представлены. Я буду готов отдельно выступать на эту тему. Да, потому что я считаю, что у меня тоже был опыт, не всегда хороший с беременными и родившими недавно детишек. Поэтому эклампсия опять же начинается, опять же все эти состояния. Это отдельные рекомендации. Да, это нужно отдельно обсуждать. Отдельная дискуссия, отдельные возможности и особая группа пациентов изначально. Еще вопросы, друзья. Так, ну если вопросов нет, кто-то хочет выступить? Никто не хочет выступить. Ну тогда присаживайтесь, я тогда позволю себе заключить, как это я обычно делаю. У нас принято такое все-таки заключение. Ну я начну с того, что мне очень приятно вас видеть на этой трибуне. Вдвойне приятно, что я приложил руку к вашей защите, потому что я помню, что это был долгий и трудный процесс преодолевания самого себя. И наконец вы добились, стали полноправным профессором. И это очень важно, потому что на самом деле, если мы сейчас, а мы много обсуждаем эту тему, у нас молодых профессоров 3,5 штуки на всю страну. У нас практически выпал пласт профессоров вот в районе 50 лет. Хороших, деятельных, активных, знаемщих, которых знают. И поэтому сегодня, ну это прямо можно статистику взять, там жуткие цифры защиты диссертации, они вот так вот летят вниз сейчас. И поэтому наши перспективы, 150 лет-то мы еще точно отметим, а вот дальше надо кому-то это все-таки подхватывать. И я надеюсь, что ваше участие здесь будет не последним. Ну я знаю, о чем я говорю, я не просто так вам комплименты отвешиваю, поскольку мы с вами все-таки немножко поработали вместе. Поэтому вот, конечно, меня больше зацепила вторая часть вашего доклада, естественно, потому что все остальное, ну как-то в общем написано, более-менее часто читается, рассказывается, обсуждается. Хотя тема реального применения всех этих рекомендаций на практике, она остается актуальной, просто потому, что вы показали сами, всего 16-17% больных с гипертонией дают хороший результат. Я, к сожалению, считаю, что очень много гипертоников, это не гипертоники, а это гипердиагностика. У нас есть собственный опыт, например, по Карелии, где мы обследовали людей, живущих в деревнях, в том числе с диагнозом артериальной гипертонии, у которых гипертонии нет. Почему у деревенских жителей гипертонии? Можете догадаться? Не можете. Из деревни в больницу районную им ехать сутки. Когда они приедут в эту больницу, им там негде ночевать, их вечером никто принимать не будет. Автобус там не ходит, там нужно на перекладных добираться. Значит, где-то переночевать. Утром он придет, довольный и пышущий здоровью, к врачу, который его обложит, посидит в очереди, потом ему померят давление, а давление никто мерить не умеет. Я помню, на меня очень наехал один директор института, когда я в Хабаровск сказал, что у нас в стране никто не умеет мерить давление. Вы что? А как можете? Да что? Да никто не умеет мерить давление, друзья мои. Никто. И все эти рассказки про 5%, я не знаю, где вы нашли 5% врачей, которые умеют мерить. Мы даже стандарт специальный, ГОСТ, выпущен по тому, как мерить давление. Никто его не воспроизводит. Так вот, представьте себе такого больного, возбужденного, уставшего, не спавшего, у которого в офисе намерили, конечно, еще он на врача посмотрел, впервые в жизни белый халат увидел. Конечно, у него давление высокое. И вот он гипертоник, вот ему назначают препараты. И в результате эти люди живут с низким артериальным давлением, не с высоким. У них низкие цифры, потому что они еще принимают, будучи уверены в том, что им врач все правильно назначил, принимать препараты. Это отдельная тема, огромная отдельная тема. Кстати говоря, сейчас очень она любопытно вылезла, у нас идут обследования предрейсовые водители, наверное, слышали о такой теме, да? Что все водители автобусов, сейчас и такси стараются направить, они перед выходом на рейс должны пройти обследование. И работает система, в которой мы принимаем участие по дистанционному обследованию водителя, где он подходит к прибору, сует туда руку, ему измеряют давление, ну там запах и все остальное. Раньше фельдшера, конечно, просто штамповали, а сейчас нет. И выяснилось, что треть водителей выходит на рейс с давлением ниже 100 миллиметров ртутного столба. Кто-нибудь вообще этой проблемой занимался гипотоником? А это здоровые мужики? Никто и никогда. И что это за люди, и как с ними быть, никто не знает. И у них из раза в раз, то есть мы уже видим эти картинки. Вот. Ну и, соответственно, мы знаем, сколько гипертоников среди этих водителей. Это тысячи наблюдений. Имейте в виду, тысячи вам таких цифр на вашей кафедре в жизни не сделать, не имея вот этих систем дистанционного наблюдения. Это вообще интересная тема, она абсолютно научно никак не поднята, не обсуждена. И мне кажется, что это было бы страшно интересно вообще, так сказать, залезть в это. Что еще? Еще я бы все-таки отметил проблему, ну, как минимум сейчас постковидного синдрома. Сегодня смотрю молодого, активного, ну, скажем, бизнесмена, которому нет 50 лет, который укололся спутником, через два дня у него начался поствакцинальный ковидоподобный синдром, прошло уже два года, это почти инвалид. Это человек, у которого плохо с памятью, ему трудно сосредоточиться, у него шумит в ушах, у него нарушена походка, у него масса проблем неврологического характера. Все это прямо четко, ну, тут у меня у нас все это отработано, связь однозначная. Но самое главное, он вдруг стал гипертоником. То есть он никогда в жизни вообще знать не знал, что такое давление, а тут у него чуть не 180, периодически, не все время, но 180. И у нас среди симптомов, вот в образе болезни постковидного синдрома, гипертония стоит как один из признаков постковидного синдрома. Почему? Да потому что их там чуть не 60% гипертонии при постковидном синдроме. Не 20-30, как у вас, а 60. Это не может быть совпадением. Мы даже говорим сегодня о развитии кардиометаболического синдрома в постковидном периоде, потому что там еще и диабет у них начинается. Откуда это все идет? Это поражение эндотелия, это поражение регуляторных органов, в первую очередь головного мозга. Поэтому ваши рассказки про перерезание нервов и так далее, они очень хорошо укладываются в эту общую концепцию, что регуляция идет не на уровне сосудов, куда нас тащат со всеми препаратами сегодня, а на уровне центральной нервной системы, вегетативной нервной системы, кардиоваскулярной нервной системы. И это все, ну, очень условно так можно назвать полиневритом, полинейропатии, энцефаломиилопатии. Тут много разных терминов, они все неправильные. Я сразу хочу сказать, что ни одного правильного термина нет. Вопрос в другом, вопрос в том, что это лечится. И лечится это антикоагулянтами, потому что это тромбоваскулиты с поражением нервной системы, и на антикоагулянтах это все довольно неплохо компенсируется. У 75% в течение двух недель мы получаем хороший результат. Я уверен, что это, конечно, никогда не попадет в рекомендации, ну, во всяком случае, в ближайшее время, по лечению гипертонии. Но у нас есть свои рекомендации по постковидному синдрому, мы их наверняка будем обновлять, и мы эти все наблюдения туда воткнем, потому что таких больных полным-полно. Полным-полно, на них просто никто не обращает внимания. Им никто не говорит, куда обращаться, потому что реабилитация, в кавычках, при постковиде, которая есть государственная, она никакого отношения к реальной ситуации не имеет. А у нас речь идет о опыте в тысячах больных. У нас работает центр постковидного синдрома уже почти два года в Тверской области, где бесплатно принимаются эти больные. Их там масса, 7 тысяч человек только у них прошло с постковидным синдромом. Ну, там еще плазм ФРС можно поделать, там есть чем заняться. Поэтому эта тема отдельная, тема нарушенной регуляции, нервной регуляции, и мы ее рано или поздно подцепим. Я уверен, что к этому придет. Ну и еще возвращаясь к дистанционным технологиям, я хочу сказать, мы уже с вами как-то обсуждали возможности дистанционных технологий, возможности проведения исследований с помощью дистанционных технологий. Когда вы больного подцепляете на вот эту систему мониторинга, где к нему, скажем, раз в день или раз в два дня или раз в неделю обращается бот, а не врач, и просит занести цифры артериального давления, система сама выстраивает кривые, и вы можете очень быстро и объективно набирать таких больных. Больные с удовольствием, кстати говоря, участвуют, потому что если это там какая-нибудь спонсорская помощь, то для них это может быть еще и бесплатно. Ну и за плату тоже многие готовы в этом деле принимать участие. Поэтому я думаю, что мы сейчас после сегодняшнего заседания еще раз с вами это обсудим. Потому что я вижу, что у вас потребность есть, потому что вы набрали мало больных, а можно их набрать гораздо больше, потому что вам не нужно им звонить, вам не нужно им писать письма, это все делается автоматически за вас. Вот. И вот тот опыт, который у нас есть, гигантский опыт, который у нас есть по дистанционной помощи, он говорит о том, что люди уже вполне готовы. Мы не только при ковиде, при постковидном синдроме, у нас есть и генетологическая помощь, и кардиологическая помощь, и все остальное. Гинекология, урология, чего у нас только нет. Дерматология, педиатрия. Вот. Врачи работают, кстати говоря, в разных государствах, не то что в разных городах. И больные у нас из разных государств. У нас абсолютно, мы покрываем весь мир спокойно. Кстати, в конце апреля меня пригласили выступить в Бразилии, например, с этой темой, рассказать, как это все делается. Вот. Поэтому я хочу сказать, что доклад был сегодня поначалу довольно стандартный, но в конце вы разошлись на нестандартный подход. Это очень важно, потому что все-таки, ну, мое представление, что страна знает гипертонию лучше, чем иностранщина. И то, что они смешивают вторичные гипертензии в одну кучу с эссенциальной гипертонией, это не есть хорошо и правильно. Вот. И я думаю, что восстановление, наших национальных знаний, традиций, о чем мы сегодня, собственно, и начинали говорить, потому что никто не помнит уже, что такое, что сделал Чазов. Чазов на минуточку предложил тромболизм при инфаркте. Ну, может, не он первый, но один из первых точно. А? Внутри коронарной. Внутри коронарной первый. Кто об этом помнит? В 60-х годах, друзья мои, в 60-х годах он предложил. И мы только в нулевых сделали доступным тромболизм для больных с инфарктом миокарда. До нулевых годов тромболизм в стране, считайте, не было. Мы пробивали, делали стандарты, мы проводили специальные исследования, но прошло больше 40 лет, от момента, когда Чазов это предложил, до того, как это было реализовано. Но нельзя забывать, что это Чазов предложил. Мы обязаны это помнить. И по гипертонии у нас все-таки предшественники очень мощные, очень много было сделано. И я надеюсь, что мы здесь, обсудив это все сегодня, пойдем дальше и будем развивать эту тему. Спасибо, В.А. Александр Александрович, вам за прекрасный доклад. Я надеюсь, что не последний раз. Всего хорошего, друзья. До свидания. Продолжение следует... Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова